ДОМ КУЛЬТУРЫ 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 цветов, любые, начиная от сушеных у председателя и кончая живых у нормальных художников. Поэтому этот год весь юбилейный, празднуем, и в сентябре мы открыли довольно большой проект, такая гигантомания характерна последние годы для нашего союза, мы открыли получается 5 выставок по всему Красному проспекту. Две выставки в художественном музее, одну делал художественный музей, который называется «Художник-модель-мастерская», они представили работы из своих фондов, на втором этаже совместно со своими партнерами Арт-центром Красным сделали выставку из районных музеев, и вот это, я считаю, для этого проекта такое достижение. Во-первых, мы старались вот этой выставкой, прежде всего выставкой этой, привлечь внимание в том числе и власти к ситуации с районными музеями в Новосибирской области, чтобы пришли, посмотрели, оценили и помогли. Именно районным музеям, потому что там существуют проблемы с хранением произведений и прочие-прочие вещи. А произведения новосибирских, опять же, художников хранятся в районных музеях очень даже серьезные, очень даже хорошие, нисколько не уступающие произведениям, которые хранятся здесь, в центральных площадках, в Новосибирске. Вот, это вторая выставка. Третья выставка «Современники», она находится на двух этажах ЦК-19, Центра культуры-19. Там представлены все современные художники, живопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура. И третья выставка, она больше такая, ну, историческая, наверное, она… Четвертая тоже. Нет, четвертая, да, Сереж, правильно. Четвертая, она в большей степени историческая, она в нашем помещении на Красном проспекте 159. Там представлен, ну, будем так говорить, весь боевой путь, хотел сказать, ордена Ленина Новосибирского отделения «Современники», ну, почему и нет, ну, не успели, получите, ладно. Нет, ну, юбилей года… А, кстати, знамя было. А, вот так. Вот, Сергей, может быть, это должен, может, было. Да. А может быть, это до него было. Включиться. Ну, было, было, да, тогда… Ага, знамя, по-моему, лагуна какой-то получался. Да, лагуна, да, получал, получал, совершенно наверное. Советское, далекое советское время. Да, так что ордена Красного Знамени. Это вот четвертая выставка и пятая выставка завершает вот этот весь марафон. Она в арт-центре «Красный». Там представлены, ну, я ее предлагал в свое время называть все цвета «50 оттенков графики». Решили не называть так, но там все о графике. Выставка там и современные графики, и графики из коллекции музеев. И что тоже, тоже необычно для этого проекта, представлена книжная иллюстрация из, как называется, Центра Центра Искусственной Книги, наши новосибирские, они тоже предоставили работу. Музей у них. Да. Ну, как-то вот так. Поэтому вот у этого проекта партнеров очень много, вот в этом его и необычность, и может быть даже где-то в чем-то проблемность, нервозность. Ну, справились, сделали. Я понял. Хорошо. Сергей, вопрос к вам. С чем связан Союз? Понятно, с художниками. А вот художник, как связан с Союзом? Не помните момент вступления, насколько это было необходимо и значимо, может быть, для того молодого художника Сергея Масиенко? Давно это было. Да. Да. Какой разговор. Конечно, Союз – это хоть и общественная организация, но для людей, которые серьезно относятся к своей профессии, к творчеству, это, конечно, этап такой в жизни серьезный, запоминающийся надолго. Я помню, что это у меня произошло в далеком 85-м году. Вот у меня тогда было чуть больше 35 лет. И самое главное, что в то время в Союз было сложно попасть еще и почему. Вот у нас сейчас просто Россия рассматривается вопрос о приеме здесь, а потом рассматривается дальше в Москве. А тогда же это было на месте рассматривали, в Российском Союзе рассматривали, а потом в Советском. Там это пройти вот эти этапы очень сложно было. И отбор был действительно очень жесткий, и нередко людям говорили, что надо еще подождать и так далее. Мне, в частности, повезло, я стал членом Союза с первого раза, и во многом, конечно, помогали те старшие товарищи, которые, они, в принципе, не намного старше меня сейчас, но тогда они были старшими товарищами, допустим, такие люди, как Омбыш Кузнецов, Бухаров, они во многом как-то наставляли. Я помню, Михаил Омбыш Кузнецов, когда мы занимались плакатом, и через плакат вступали в Союз с моими коллегами, он даже на себе возил в Москву, а потом за границу наши плакаты. А плакаты тогда художники делали на арголите. Один кусок арголита, метр на восемьдесят, это уже вес. А он их, по-моему, штук пятнадцать на себе пер. Вот туда отвез, потом назад их привез. Вот такие были взаимоплощения. То есть участие было прямо вот такое, реально? Да, реально. И выставки были, большое количество выставок было у нас. Они и сейчас есть, конечно, но тогда немножечко в советское время была другая ситуация. Там было больше, там было, государством больше организовывалось таких мероприятий. Сейчас сложнее бывает и с финансами, сложнее бывает и с организацией. В том числе вот Вадим сейчас говорил про эти пять выставок. Это для людей, которые, так сказать, не знают о том, как это организуется. Ну, кажется, что художники собрали работы, повесили работы. А это была мощнейшая, так сказать, процедура. Я частично в ней принимал участие. Вот Вадим даже похудел, как мы сегодня отметили. Заметили. Да, да. Заметили. Развешивали. Ужинально. Потому что масса работы, вот действительно из области, из музеев области привозили работы. Работы очень хорошие, качественные. Но оформление уже, так сказать... Требует какого-то, да, подхода современного. Мы несколько дней занимались только тем, что переоформляли. Конечно, этим музеям нужна действительно и помощь, и поддержка, потому что там находятся очень серьезные, хорошие работы. Но это я сейчас немножечко отвлекся. А по поводу членства и по поводу союза. Вот, в принципе, плохого ничего не могу сказать. Может быть, и хотел бы, но ничего такого не припомню. Плохого. Потому что, в принципе, союз – это такая дружная организация. Всегда, так как она общественная, то на общественных началах нужно там и организовывать выставки, и помочь разгрузить, загрузить, перевести работы. Это все вот делалось и делается по-прежнему. Ну, Вадим рулит этой ситуацией. Слава Богу, существуем. Хорошо. Вадим, вот вы сказали о том, что работа художника видна для аудитории, для зрителя прежде всего на выставке. Вот только что вы говорили об этом. Но все творчество происходит в той самой мастерской, о которой вы сказали. И все ли так благополучно с мастерскими художников? Потому что в разное время, я знаю, кстати, разные уровни, уж пробиться в союз художников было сложно, а получить персональную мастерскую было архи-сложно. Вот как этот процесс с точки зрения организации, патронажа существует сегодня во времени? Пожалуйста. Да, конечно, не без проблем. Конечно, проблемы в Новосибирске есть. Новосибирск город, ну, такой очень специфический, я его определяю, это такой достаточно жесткий город. Как вы раньше говорили, сейчас, наверное, не говорят, уже в Сибирске Чикаго. Почему говорят, потому что, говорили, знаете, почему? Потому что количество миллиона человек достигли. Даже вот недавно, в сетях встретились, как это называется сейчас, искусственный интеллект, создавал как бы фотопортреты городов. Все, наверное, знают уже, что Новосибирск был представлен какой-то такой детской мордашкой, такой вот, акселерат. Вот он, на самом деле, акселерат такой и есть. Руки-ноги длинные, мозгов еще не совсем накопил, на самом деле. Вот ровно такая же ситуация и с мастерскими. Я думаю, намек ясен. Есть проблемы, есть проблемы, которые не решаются годами. У меня уже мозоль на языке, когда это одно и то же повторяю на разных совещаниях. Есть, но в каждом городе есть свои проблемы, где-то они быстрее решаются, где-то они медленнее решаются. Но проблемы и с мастерскими существуют еще и в другом плане. Если действительно раньше, в советское время, мастерскую получить, ты должен был там впахивать, и тебе фактически мастерскую давали за заслуги. Да, конечно. Безусловно. Это была длинная очередь. Да, ты проявил себя как совершенно замечательный художник, и тебе вот, на, работай, не на кухне работай, а вот все-таки тебе вот помещение. Условия создали. Да, создали тебе условия и вкалывай. У меня, я вообще боюсь это произносить, но и тем не менее. У меня такое ощущение, что скоро мне вообще-то в мастерске и давать некому будет. Ага, то есть вот так. Количественно? Да, может и такое произойти. По двум причинам. Молодые, понятно, художники приходят, им нужно там пробиваться и в искусстве, и в жизни, и что-то зарабатывать на жизни, зарабатывать преподаванием, зарабатывать не знаю чем, потому что профессиональным искусством сейчас не заработаешь. Вообще, в принципе, не заработаешь. Это только вот на конфеты к празднику, в лучшем случае. Свезло, получил. Вот. Поэтому каждый начинает вычислять. Да, вот освободилась, допустим, какая-то мастерская, и сразу включается счетчик. Сколько она стоит? А где она находится? Вот раньше делали мастерскую, там, западная площадка Невельского. Ее в советское время засели, и люди туда поехали. И люди живут в центре, но работают там. Или там шестой микрорайон. Ну, кто-то живет там рядом, а кто-то ведь не живет, это же далеко. Но шикарные мастерские. В советское время они заселились. А сейчас у меня на Невельского стоит пол мастерской, пустой. Я предлагаю в чат, я предлагаю так, я предлагаю. Всяк никто не хочет. Где мастерская? На западной площадке. И вопрос. И вопрос сразу возникает. Вот. Поэтому эта проблема есть. Она, наверное, вырастает, не знаю, с чего вырастает. Из стоимости мастерских, из стоимости эксплуатации. Из возможностей молодых художников. Потому что, как говорится, старичье мое, оно все пристроено. Я в кавычках беру. Оно все пристроено, оно находится в тех мастерских, которые они еще получили в советское время. Они их эксплуатируют, они их обихаживают, они там работают, они уже привыкли. А вот новые люди, которые приходят, им очень сложно адаптироваться к нынешней ситуации. Понятно. Союз чем может помогает, но... Возможности. Возможности союза не безграничны. Я просто сравниваю наш недавний разговор. За круглым столом в дыме ученых, когда мы с большой делегацией из Перми разговаривали. И, вероятно, всего разные условия. В том числе и административные условия поддержки отделения союза на территории России. Поэтому, наверное, с этим что-то и связано. Но я очень надеюсь, что 90-летие – это та дата, когда исторический фон заставляет обратить внимание. Хотелось бы спросить, что предполагается до конца календарного года или до 25 февраля 2024 года еще произойти? Вот анонсируйте, пожалуйста, те события, на которые точно надо прийти и побывать. Вот это 90-летие мы организовали и осуществили в сотрудничестве еще с одной организацией. Я ее уже упомянул. Арт-центр «Красный». Это тоже уникальный случай, когда эта организация умудрилась выиграть грант фонда культурных инициатив на празднование нашего юбилея. Поэтому то, что произошло в сентябре – это симбиоз фактически двух проектов. О том проекте они пусть сами рассказывают, а вот о нашем проекте, который был поддержан Министерством культуры Новосибирской области, он называется «Третий региональный фестиваль изобразительных искусств «Культ просвета». Третий. Два были в предыдущие годы. Художники, как народовольцы, пошли в народ. Они идут, преподают в школах, читают лекции, открывают двери мастерских, приглашают зрителей на экскурсии, проводят мастер-классы, делают персональные выставки. Так вот, помимо того, что, я сказал, пять выставок уже в городе есть и будут функционировать, по-моему, до 15-го октября, до 15-го, до 20-го октября на разных площадках. Но помимо вот этих всех выставок, мы еще организуем семь групповых и персональных выставок в Новосибирске и Новосибирской области, потому что мы сотрудничаем с районными музеями. И приблизительно около 40 мастер-классов, творческих встреч, лекций, экскурсий в мастерских приблизительно до 25-го декабря. Понял. То есть вот такая обширная программа, она еще предстоит, она еще будет развиваться, действовать. Всех приглашаю. Прекрасно. Спасибо. На этом мы сегодняшний наш эфир с вами, уважаемые наши гости Вадим и Сергей, подведем. А я так понимаю, что это приглашение побывать и в мастерских, и, возможно, на мастер-классах вот до конца календарного года, до 25-го декабря. Еще раз с юбилеем наше отделение Союза художников России. И, конечно, благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Спасибо, что пригласили. Спасибо. А мы заканчиваем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. Благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами как можно чаще. Мы работаем для вас на телеканале «Эмск-49». СОРОК ДЕВИТЬ. СОРОК ДЕВИТЬ.